Братцы, всем огромный привет! Сегодня у нас видос, посвященный пасеке. Так что, наверное, тем, кто подписан на строительную тематику, можете переключить. Хотя, с другой стороны, наверное, будет интересно, так как все, что касаемо пасеке, тоже было построено своими руками. Что будет сегодня? Что сегодня я покажу из прикольного, для того, чтобы вам как-то заинтересовать. Достанем ловушку, которая провисела более 10 лет на березе и очень давно хотели это сделать. Не переключайтесь, посмотрите видос до конца, я думаю, вам он понравится. Мишань, здорово, скажи, мы тебя где забираем, в гараже или у дома? Мы подъезжаем к девятиэтажке, нормально? Через секунду мы к тебе подъедем. Давай. Так, Рустам, вы знаете, да? Прокурора нашего. Ну а как? Сейчас мы Миху забираем, точнее он нас, и мчим с вами, друзья, на пасеку. Будет очень интересно, я вас уверяю. Вон, Мишаня уже в костюме. Ты не сядь, не сядь только. Вот этой командой, друзья, мы пойдем на сплав в этом году. Так что подписывайтесь на наши каналы, на все, которые в описании. Будем сниматься. Здорово. Опа. Поэтому мы все равно на такси давай вместо поехали. Тихо, тут все видеонаблюдение наше, включая квадрокоптеры. Так, ну, первый мопед загрузили. Хотя, какой первый, это единственный. Мы на нем и поедем. Точно, мы же сегодня на одном мопеде и на санках. А он утащит нас всех? Да, конечно, утащит. Ты что, это живет? А у меня нет горок, да, сильный? Это викинг. Друзья, как я вам уже говорил, вот этой командой мы пойдем на сплав. В июне. В июне. А где-то, наверное, в мае, в мае, на майские праздники, мы начнем строить плот. У меня уже на усадьбе. Поэтому, если вы не подписаны, вы подписывайтесь. Будет прикольно. А что такое сходы команды? Тут почти половины не хватает. Ну, двоих не хватает. Ну, или троих мы пока не знаем, кто там еще будет. Друзья, у нас есть еще одно место. Одно место для жителей Алтайского края, но оно не дешевое, к сожалению. Нам плот выходит только в 60 тысяч. Плюс доставка тысяч, наверное, 15, да, выйдет? Ну, плот, прикинь, на газели закинуть до Тюрачака. 300 километров. Сколько это стоит? Есть столько денег там, брать? Не знаю пока. Короче, ребята, мы едем просто в экстремальной ситуации. Виляет нас нереально, потому что прошел ледяной дождь. И вот мы сейчас на Чуйском тракте встречаем вот такую вот историю. Смотрите. Одна машина, вторая. Две, вон, три, четыре, четыре, вон, они все встретились. А вон, пятое, смотри. Нормально, вы же верю на друга. Офигеть. А ты мне сейчас прошел, что мы едем, 40 километров в час. Я думаю, ты так, угораешь, нахер. Ты угораешь, что ли? Давай, притопи, засадки. Слабо. Ребята, слабо, слабо. А я, нет, а я сначала просто подумал, что у нас мешки с золой, для того, чтобы посыпать тачок на пасеки. И поэтому мы едем медленно. Ну, у нас виляет. Вот как бывает пробка, смотри. И она надолго теперь. Сейчас она растет. Ну, да. Хорошо, что с горного Алтая сейчас, сегодня суббота, воскресенье. И сейчас оттуда мало. В основном туда все. Это жесть, вон тоже. Ну, потому что все живы были. Ну, да. Вон она, перевертываешь, смотри. И мы проехали всего 2 километра. Миш, сбавь до 20, пожалуйста. Ты что будешь? Смотри. А, вон хозяин, да? Ну, живой, все в порядке. Капец, конечно. Как получилось-то, да? Наверное, притопил, начало вилять, да? Тоскает вообще просто. Так, ребята, контент сам собой творится. Мы еще до пасеки не доехали. Опа! Пойдем здороваться. Анатолич, Анатолич. Здорово, бля. Здорово, бля. Здорово, братан. Здорово, бля. Та-та-та-ра-та. Команда сплава. Команда сплава 2022. Тост говори. Че приехали? Я не написал-то. А, сейчас прочитаю. Машины просто смерть. 5 штук мы насчитали. Прям напротив запраски. Одна на крыше лежала и 4 вместе. Получается, как они тормозили и ходом стекались, стекались, стекались. Увидишь на ютубе? Или на рутубе, или на дзене. Теперь так, друзья. Смутные времена настали. Но мы об этом еще поговорим сегодня, скорее всего. Я все 20-30, 20-30 меня швыряет всего вот так. Да если бы еще с утра он не пил, как бы. Наверное, было бы проще. Ездит вот так. Да. Это наоборот хорошо, что я вчера весь, я сегодня спокойный. Дрова есть. Я, честно, не уверен. Мы последний раз там были в августе. Все, тогда ты уходишь в магазин? Не, мы переодеваться. Мы должны переодеться. Мы в парадном выходном. Мы пешком на магазин? Идите вон, доеду, сходите. Да зачем доедем? Там нести, нифига себе. Только ящик пива считай. Так уже все упаковано. О, нарды. Ты хотел лыжи брать. А, ты сзади поедешь. На веревке, на лыжах. Что, берем, парни, берем, берем. Кого берем? А, это все, что надо взять? Хочу. Стой собрать. И что, это все куда? В багажник пока? Я на дорогу. Все. Хорошо. Что-то не карачку взял, да? Какую-то другую воду. О, бенз. Так, слушай, подожди. Давай я заберу отсюда вещи, которые должен надеть сейчас. Дорога у нас теперь на пасеку. И там мы уже и будем. Кого? Лыжи. А, ну да, смотри, один получается в санях. А там все равно два рейса делать. Да если два рейса делать, тогда мы просто кто-то посидим. Мол, мы с Рустамом посидим. Нам не из-за лужи сидим. Нет, нас надо первых увезти, мы пока печку затопим. Так, ты что, в магазин сейчас надо, да? Да, в магаз и все, и помчали. Ребята, смотрите, какая история. Сейчас мы поедем все вчетвером на одном снегоходе. Вы, вы, вы сейчас, вы меня спрашиваете, как это, да? Я объясню. Телега поедет сама собой. На снегоходе будут двое. Один будет на лыжах, сзади привязанный. Ну так, а четвертый куда? А четвертый за рулем. Мань, давай, может... Подожди, что-то не то. Наверное, один будет на санях сидеть. На санях нельзя сесть, там... Ты же не попряжь, прям полетишь, прям, как бы... Продукты. Как он полетит. Да мы не уедем все вместе. Ваня, его нельзя тут оставлять. Почему? Его украдут. Так мы же недолго. Ваня, украдут. Надо один остался, тогда должен. Прикопать его. Давай я останусь. Давай я останусь. Давай я останусь. Не, давай я останусь. Бросьте меня. А конца вы бесполезны. Кто тянет лодку вниз? Кто самый ненужный в нашей компании? Кого мы взяли просто по недобору? Кто неудачник? Вы что делаете? Невоярка ты. Все, все. Дэн, садись с нами. Дэнка, с нами давай. Да, да, сейчас я... А как с вами? Уктуешь, с тобой уктуешь. Субтитры сделал DimaTorzok У нас авария. Все, мы приехали. Пойдем, Рустам, пойдем. Тут недалеко. Вон наш дом. Зайчики ходили. Первая ревизия на пасеку весной. Хотя пацаны ездили вроде, говорят. Бывали уже. Здорово, мужики. Здорово, мужики. Так, сейчас баньку затопим. И будет супер. Так, дровишки надо подготовить, друзья. Хорошо, что я взял с собой вот такой вот замечательный набор, который я купил, между прочим, жене. Но мне он тоже, на самом деле, очень сильно пригодится, потому что здесь есть топор. Собственно, топор меня и интересует. Сейчас наколотим щепочек для нашей баньки. А, да, и здесь еще есть вот такая вот пила, чтобы пилить. И вот такой вот нож, чтобы резать. Я это Женьке отдам в огород. Пусть она пользуется. Мне сейчас нужно наколоть для баньки дровишек. Друзья, я думаю, ни для кого не секрет. И скрывать этого совершенно нечего, что все игрушки, которые я приобретаю, я с вами делюсь ссылками под видео. Поэтому переходите по ссылке, если вас это интересует. Дековский вот такой вот наборчик. Очень даже недорогой. Мне понравился. Смотрите. День в Сибири короткий, поэтому нужно баньку протопить. Нужно генератор подготовить. Избушка топится, в ней уже тепло, хорошо. Дрова нашли под снегом, вон там. У нас там они были в прошлом годе. Все. Ты набил, да, все? Да, да, все. Сейчас просто поджечь. И будет тепло. И будет здорово, ну. Так, братцы, саму баню снимать не стал, но последствия ее, вот они. Как? Жарко, тепло. Хорошо. Класс, да? Класс. Как я и обещал. В этом выпуске сейчас мы с вами снимем ловушку. Посмотрим, что было в ней внутри за эти 10 лет. Что она отвисела на дереве. Ну, я думаю, что в ней сменилось несколько пород пчел. Скорее всего, были и медовые варианты. Ну, думать о том, что сейчас там есть мед, это вряд ли. Хотя, может всякое быть. Пойдемте уже и посмотрим, и все это увидим. Ловушка висит возле пасеки, прямо рядом. Я к тому, что снегоход нам не нужен, мы так дойдем пешком. Настроение просто чудесное. Друзья, у меня еще остался мед, и по секрету еще есть медовуха. Поэтому, если есть желание, переходите по ссылке в описании. Там есть ссылка на наш сайт. Попробуйте медок с нашей пасеки. С нашей алтайской притаежной пасеки. Там же, кстати, есть и таежный еще мед. Васильковый, дягилевый тоже есть в наличии. Не много, но есть. Ну и медовушка прикольная, вкусная. Не сильно пьяная такая, хорошая. Еще я сейчас подниму коптер, покажу наши поля. Думаю, это будет тоже интересно. Вон березонька. Я в буквы Зю встрял. Сейчас, немножко сдай назад. Все, не ладь. Пойдем. Зайчик. Как думаете, как думаете, что там? Ничего там? Ну, сотый есть? Сотый есть. Как-никак. Это же не лестница. Ты по ней потихоньку передвигаешься. Хватаешься за всякие маленькие. Перехватки. Вот так. Вот. Березу. Вот. Так, вблизи потихоньку. Перехватываешься. Перехватываешься. Вот так вот. Дальше лезем. Вот. Вот такая вот жизнь пчеловода. Зима и лето. Одним... Ох, ни хи... Страшно себе тут. Вот это здесь дыры. Тут как будто бы... Знаешь что? Тут как будто бы жили не пчелы, а шашни. Тут такие дыры. В баку вообще капец. Даже страшно залазить. Тут как будто бы жили не пчелы. 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 Ну что я могу рассказать, здесь жили моль, жила здесь. Да, наверно. Здесь жила моль. Дальше идем. Пчелы были, да, были-были. Тут все отстроено, все сотами, все ништяк. Но здесь жила моль, это точно. Потом здесь жили пчелы. Какой-то сезон видать. Потом здесь жили шешни тут жили. Один сезон видимо. Потому что здесь очень много дыр больших. Шешни жили, да, это точно. Все рамки... О, хороший тут был рой. Тут был очень хороший рой. Большой был рой. Пчел было много. Я с вами ловушку вниз кину. И вы ее поглядите. Все, она пошла вниз. Ребята... Хорошо пошла. Хорошо. Падение ловушки слегка было. Слегка было вот так. Слушай, ну реально тут жили эти... Смотри, шешни. Это сколько лет то она, она провисела 10 лет примерно. Тут жили все. И моли, и не моли. Потом жили. Ёлка,н фюрер. Хороший моли тут был. Хороший моли тут был. Хороший моли выводить. Но меда здесь особо-то и не было. Так они висели. Видите, там все сажали. На боках мед был, мед был до этого. жесть мой хорошо желаешь это второй погиб но из чего зимой очень много есть пищела хорошо вот есть благих варечь какой в какой из годов она была ваня 2013 была скорее всего сразу после того как поставила на пункту гуру и потом он все уже обхожили кому кому надо кому не лень а вот это там моли смотри сколько моли личинок это все моль от ниги хорошая настоечка вот он червяк вон червяк живой на вот она вот она моль столько моли было это просто пипец я думаю откуда там почти мой с этой ловушке все да вот потому что мы же не сторонники чтобы можно сводить на басеке а потому что вижу туда ну что откуда моли моли весь она везде дофига и почему настолько много ты отсюда кажется вон летал не сделала бы так шершень смотри смотри вань вань выбивал с этой это либо я делу либо стреляли они или стрелять нет нет она была и вот может сейчас удар был или может взять это дятел да не выниму с такими принес метками не смог бы шершень так сделать вот такой вот небольшой видос у нас получился друзья по поездочке на пасеку какие вы себе выводы из этого мероприятия нашли хорошо да хорошо здесь но надо домой ехать уже пара ваня не изменяет своим традициям у лыжника но но и Друзья мои, спасибо всем, кто посмотрел этот видос. Ну, он такой развлекательный, это больше влог. На этом, наверное, мы с вами прощаемся. Увидимся с вами теперь на стройке. Все, до скорых встреч, пока.